всем привет первое место по пути в иерусалим место нашей остановки это храм молчальников в латруне и сейчас я покажу что здесь находится здесь вот такие вот такой парк но к сожалению мы туда попасть сейчас не можем потому что если табличка что нету входа закрыта на карантин и поэтому мы приехали в такой магазинчик это магазин от этого храма здесь елочка стоит здесь всякие атрибуты христианские это моя жена тут стоит улыбается правда из-за маски ничего не видно прикольно прикольно но самое главное это у них классно вино здесь и вкусно продается вот мы сюда заехали чисто из-за того чтобы взять вина они это вино сами сделают выращивать виноград на виноградниках и закрывать это вино здесь также продаются свечки специально чтобы ставить их в храме гроба господнего примеру но открою маленький лайфхак что не чем ближе поджаешь точнее подходишь храму гроба господня тем эти свечи дешевле и тем более там есть базарчик прямо перед перед входом грамм в храм гроба господня и там эти свечи дают точнее продают почти за бесценок вот как этот храм выглядит снаружи точнее это не храм это главный вход в храм написано латрун сейчас приближу вот латрун также на рабском написано это одна французском наверно латарон здесь монахи живут и также выращивают свои плантации винограда это находится там вдалеке куда вход сейчас закрытый и 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 мы начнем отсюда. Это не Шхемские ворота. Мы заехали с другой стороны от Шхемских ворот, потому что на Шхемских ворот мест для парковки не было вообще. И вот мы заехали сюда. Здесь семинария Святой Анны. Вот такие вот ворота деревянные красивые. И дома-то очень все старые, древние, так сказать, дома. И отсюда мы начнем свой путь по древнему Иерусалиму. В здании древние, а вот окно вставлено современное. Мы решили, пока есть время и далеко еще не зашли, пойти перекусить. Вон, если умеешь считать на греческом, там написано Настя. Вдруг это чья-то квартира? А, это рождение Святой Марии Магдалены. Это Birthplace Virgin Maria. Место рождения Святой Марии, которая родила Иисуса. Мы сейчас будем идти не по туристическим местам древнего Иерусалима, там, где почти не ходят туристы. Это мы зашли со стороны Львиных ворот. И это, да, не туристическое место. И я думаю, что немногие здесь ходили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Армянская католическая церковь. да любви на ворота да насчет того что то не совсем туристическое место я немного ошибался здесь есть много людей и также туристы здесь нам этот на 2 не 2 2 2 2 2 поворот а это видела росса не нам следующий надо я спросил на видела росса тоже можно подняться я тоже помню что можно но он сказал второй поворот направо и вверх по ступенькам будем запах тут такой запах свечей и на твой церковный запах ох сколько людей здесь кстати хорошо что со мной мой рюкзак бобби про защищенный от краш и вот у моей жены тоже рюкзак от бобби только женская версия тоже кстати защищенный от краш как же поездка в древний город без того чтобы покушать фалафеля сейчас мы держим путь к грамму и к храму гроба господня арабские я не знаю но что-то здесь написано для чего-то это предназначено для того чтобы дойти к храму гроба господнего мы поднимаемся вот оттуда с самого низу и нам идем идти вон туда наверх здесь есть после хевронский это не там не мы всегда покупали сумки это базальчик он считается как туристический но здесь и сами жители этого района тоже скупляются было было сколько людей сколько людей сейчас мы уже на подходе к храму гроба господнего вот свечи которые зажигают в храме освещенные и если идти туда там дальше они будут все дешевле 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 порог судных врат это церковь александра невского там находится иголочное ушко еще много всякого интересного мы сейчас будем заходить да 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 конечно спасибо какая красота это все оригинальная это все оригинал вообще красота 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы когда-то здесь были, но это было достаточно давно... Вот это вот все тех времен, вот эти вот стены... А все, что вокруг, насколько я знаю, было построено уже позже... Часовня Федоровской иконы Божьей Матери... Вот она... Красота какая... Продолжение следует... 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 Я знал, да, именно игольное ушко он называется. Субтитры создавал DimaTorzok Все мы полезли через угольное ушко, сейчас я попробую пролезть. Ох, тесно здесь, тесно здесь, но я вроде бы прохожу, ноги застряли, ноги застряли. Нет, все нормально, все нормально, прошел. Ох, прошел. Мне из-за того, что сделали операцию на ногу было трудно проходить, но я все-таки прошел. Ух ты, красота какая. Мы продолжаем свой путь к храму гроба Господнего. Господнего. Ох, прошел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, вот это место. Людей много, но туда не запускают, потому что эпидемия, пандемия. Сколько красных шапочек. А вот это вот вход в храм гроба Господнего. Вот он. Но вход, к сожалению, закрытый. Заходите. Очень жалко, что заходить запрещено, но на моем канале вы сможете найти видео, там, где я стоял. Снимал, будучи внутри, самой в церкви. В самом храме, точнее. Это уже именно туристическая часть. У нас вон они впереди. Да, вижу туристическая часть древнего Иерусалима. На, держи. Тут пахнет кофе и пряностями. Коврик для молитв. Участливый храм Тут пахнет кофе и прахнет кофе. Валяйся, туда пройди вкусный хумус. Она у него израильцана так спустила. Он там отмазнет. Получается открыть Добавил субтитров А.Семкин спасибо за просмотр данного видео ставьте лайк пишите комментарии если же вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте колокольчик и ставьте лайки 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 всем пока